Кстати, про стейчнтэнтэнт и про кошек. Первый ведь Кэтс был, да? Да, первый наш мюзикл Кэтс был. Да, и когда мне сказали, что нужно в вашей программе придумывать имя для кота? Да, вот если вы его как-то придумаете, если он с вашей точки зрения, он не Гера ни разу, то это его капитализацию повысит, если вы придумаете имя. Знаете, поскольку именно в связи с мюзиклом Кошки, там, по-моему, около 30 кошек с очень разными именами, которые придумал немало, как нобелевский лауреат Томас Стернс Эллиотт, который написал, собственно, Т.С. Эллиотт, который написал вот эти стихи, сначала это был детский сборник, а потом по которому Эндрю Луитт Уэббер поставил мюзикл. А он изобилует там какими-то необычными именами, типа Скимбл Шэнкс, Рам Том Тагер. Не наше это все. Не наше, но, знаете, я так к этому привык. Не, не кубанское ни разу. Но, знаете, так... Кубанское, Муся! Пусть пока будет Гера, если вам что-то в голову придет. На Кошках вы потеряли 2 миллиона евро. На Кошках мы потренировались, помните? Ну, такая тренировка, в общем, такая убыточная вышла. Да, вы знаете, ну, надо быть готовым, если ты хочешь заниматься каким-то серьезным, ну, серьезным делом, ну, нужно быть готовым. Я даже не называю это потерями, я называю это инвестициями. Ну, как это убыточка, я так понимаю. Это инвестиции в рынок. Мы были готовы к тому, что, ну, вот, это плата за опыт, за образование, за навыки, которые мы приобрели, потому что все последующие проекты были прибыльными. И на Чикаго тоже заработаете? На Чикаго тоже заработаете? Ну, не брались бы, наверное, за него, если бы решили. А вот здесь очень интересно, момент. Я когда готовился к эфиру, прослушал все ваши, то, что в сети нашел, интервью. Много противоречит. В беседе, да, с журналистом, ныне почившего в БОЗе канала Эксперт ТВ, вы говорили, что вы никогда не возьмете за Чикаго, потому что это нелепо. Американская тюрьма, это сразу что-то стоит на Бродвее, Волга, Волга. Правда так сказал? И что Пугачев и Филипп Киркоровым потеряли массу денег, и что перспективы нет, и вы не взялись за это, и никогда не возьметесь. Вот что произошло с тех пор, помимо того, что канал Эксперт ТВ пристал создавать? Во-первых, я никогда не заявлял о том, что я никогда не ошибаюсь, в том числе в своих заявлениях. Во-вторых, это было несколько лет назад, и действительно, мы недавно совсем с Филиппом Киркоровым обсуждали, ну, как-то в разговоре, причины такого относительного неуспеха этого мюзикла 12 лет назад. И пришли к выводу, что, скорее всего, это произошло не только из-за объективных причин, связанных с трагедией Норд-Оста в то время, но, наверное, в большей степени даже из-за того, что этот мюзикл опередил свое время. Как опередил свое время? Здесь, в России, он рановато был, наверное, поставлен. Мы же не в ногу с Америкой идем. Да. А счастье, может быть. Может быть. Сначала нужно было показать, вообще зритель не очень тогда понимал, что такое мюзикл, как жанр, и сразу как-то предлагать ему такую, ну, не самую очевидную, такую, достаточно эстетскую, аскетичную постановку, как Чикаго, совершенно такой актерский, достаточно непростой спектакль. Я очень перебью, почему она эстетичная, я понимаю, почему она эстетская, объясните мне, что... Ну, потому что вот там такая вот хореография изысканная, она необычная, она не попсовая, то есть там действительно, вот как Настя говорила, нету вот... А Мамамния попсовая? У Мамамния достаточно, да. Мамамния – это диск, конечно. Это поп-музикл, это диск, это достаточно просто по рисунку, по хореографическому, это все очень доступно. А здесь все-таки... Азора уже на уровень выше, там фламенко, там уже есть элементы того искусства какого-то особенного испанского... Ведь у вас последовательность как раз была в стейдж-энтертейменте такая, Кэтс, Мамамния, потом Зора, да? Красавицы и чудовища. Красавицы и чудовища. И вот нужно было показать зрителям сначала такие очень яркие, красочные, мощные, масштабные постановки, которые просто однозначно убеждали, что мюзикл – это здорово, хорошо, прекрасно. Качественно. Да, провести время, отдохнуть и уйти с отличным настроением. И вот спустя 12 лет мы решили, что вот пришло время сделать что-то такое на взрослую аудиторию, подчеркиваю, там, и сделать вот что-то такое, что стоит немножко особняком от мюзикла мейнстрима. То есть Чикаго, он такой немножко особенный мюзикл со своими такими... Ну, вы знаете, это спектакль, безусловно, для умного зрителя, и очень приятно будет, если люди будут приходить и заражаться именно этой эстетикой, этой культурой, потому что такая режиссура просто фантастическая, такой сарказм в хорошем смысле, такой юмор сумасшедший, диалоги. То есть, отвечая на ваш вопрос, вот сейчас, спустя 12 лет, видимо, настал, вот я почувствовал, что настал этот правильный момент. Ну, я признаю, что тогда, наверное, когда я говорил об этом, я был неправ, то есть я думал тогда так, а сейчас думаю иначе. Ну да, в конце концов, критерий истины – это практика, да, вот посмотрим, что произойдет. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.